Дисклеймер. В этом видео не будет никаких посыпаний головы пеплом, и мы провалились как нация, потому что на этом канале не любят. Всем привет, меня зовут Ника. Недавно я сняла видео про русофобию и про ответственность россиян перед украинцами, и в комментариях у меня, так скажем, было очень много несогласных. Почему так продвигается идея, что каждый несет за войну ответственность? Это похоже на навязывание вины. Это какая-то странная форма оправданий через посыпания головы пеплом. Считаю важным, чтобы мы хотя бы друг друга поддерживали, а не навязывали вину. Виновность по национальному признаку — это настолько глупый, если не сказать националистический тезис, что я даже не знаю, что добавить. Если что, я то же самое думаю. Сначала я побесилась, но потом я поняла, что многие люди не понимают разницу между виной и ответственностью, либо мы как-то просто по-разному это понимаем с вами. Поэтому я решила снять это видео, в котором я расскажу, чем вина отличается от ответственности, что такое коллективная вина, что такое коллективная ответственность. Я еще приведу всякие примеры из истории, будет, короче, интересно. Еще дисклеймер. Вина и ответственность — это понятия, а понятия можно определять по-разному. Теоретические рамки тоже влияют на это. Например, вина в психологии и вина в праве могут значить немного разные вещи. В этом видео я рассказываю об одном из способов развлечения этих понятий, который хорошо помогает мне понимать происходящее. Но это не значит, что это какая-то железная инструкция. Я делаю что-то. Я бью свою жену. Я говорю гадость. Я съедаю последний кусок тортика, который был оставлен на завтра. Это делаю я. И я виновата. То есть вина — это что-то, что напрямую связано со мной и моими действиями. У меня может быть чувство вины, у меня может не быть чувство вины. Я могу признавать вину, могу не признавать вину. Меня могут обвинять со стороны. Например, я ударила свою партнерку, она говорит, ты виновата. Я такая, нет, это ты виновата, ты меня спровоцировала. На что феминистки отвечают, нет, нихуя. Это ты виновата. Когда я все это перекладываю на тему войны России с Украиной, то для меня это про солдата, например, который убил человека, убил украинца. И про его командира, который отдал приказ. Он в этом виноват. Он может сказать, меня спровоцировали, но он оккупант, он пришел на территорию другого государства и убил там человека. Приползает адвокат дьявола и говорит, но и что если его заставили? Тут я хочу вам сказать, что да, полной свободы воли не существует, она всегда встроена в некий социальный контекст, который влияет на то, какие именно поступки мы можем совершить со своей свободой воли. Но тут очень важно не уйти в другую крайность и не лишать людей агентности. Не говорить, а, ну вот этот насильник, он ни в чем не виноват, он просто продукт патриархата. Или там не говорить, ну вот этот солдат ни в чем не виноват, он просто продукт российской армии. Мы, конечно, можем анализировать социальный контекст. Например, мы знаем, что мобилизуют население неравномерно. Это преимущественно мужчины, мужчины, выросшие в своей патриархальной коробке. Нам обязательно нужно все это обсуждать, конечно же. Но также факт остается фактом. Солдат убил человека. В этом убийстве он виноват. Путин виноват. Наводчики ракет виноваты. Шойгу тоже виноват. А что такое ответственность? Насколько я понимаю, ответственность — это когда мы не являемся прямым актором какого-то действия, но мы с ним связаны. Мы имеем к нему какое-то отношение. Какую-то роль в нем играем. Мы не отдельны от него. Например, я кусаю человека за ногу. Это вина. Чуня кусает человека за ногу. Ну окей, Чуня виновата, но я ответственна. Потому что я хозяйка Чуни, я отвечаю за ее воспитание. Зато крепко ли я держу поводок? Или другой пример, серьезный. Глобальное потепление и загрязнение атмосферы, климата, природы. Кто в этом виноват? Кто несет за это ответственность? Все люди несут одинаковую ответственность? Или кто-то больше несет ответственность? Мне кажется, что виноваты, например, в сбрасывании отходов в реку корпорации. Но ответственность за загрязнение природы лежит и на корпорации, и на государстве, и на потребителях. Мы же как-то влияем на то, что мы покупаем, в каком количестве, и как мы потом это выбрасываем или относим на переработку. Конечно же, корпорации имеют большее влияние и большую ответственность, потому что это они производят изначально эти товары, часто нихрена никому не нужные, на которых вообще никого спроса нет, но они конструируют этот спрос, они вкладывают дохрена бабла в то, чтобы этот спрос создать. Активисты не говорят, что вот они, корпорации, несут всю ответственность, а вы можете вообще ничего не делать. Нет. Они говорят, что мы все несем какую-то ответственность, давайте вовлекаться, давайте протестовать, давайте заебывать корпорации в Твиттере, давайте требовать от государства больше регуляции и и чтобы они не брали взятки. Вот. И в этой войне я беру на себя ответственность за свои действия. Но они как кусочек пазла. Они тоже повлияли. Это не значит, что я плохая, посыпаю голову пеплом, я россиянка, мне нужно заканцелить, я виновата. Нет. Это просто супер нейтральное описание факта реальности. Вот анализ, как вещи работают. Смотрите. В России аполитичное население, в России ужасные учебники, в которых написано, что братские народы «Россия пришла и всех цивилизовала». В России репрессии, пытки, убийства журналистов. Много-много-много разных причин и факторов. Вот какая-то вот такая вот ситуация. И люди вот так себя ведут. И вот в итоге вот война. Куча россиян её поддерживает, кто-то не поддерживает. Но всё равно вот это всё вот существует. И я со своими действиями и бездействиями тоже часть вот всего этого процесса. И когда я говорю «Я беру за это ответственность», то я как бы говорю «Я это понимаю. Это так». Возможно, вам сложно соединять себя, вот маленького человечечка, с такой большой, гигантской штукой, как война и режим в России. Поэтому вот я сделала свой комикс про мужчин и патриархат, проведя вот эту аналогию с Украиной, войной и россиянами. И нарисовала там, что ни один мужчина, да, не виноват. Ну, блин, ты просто родился, вот уже и патриархат. Но каждый мужчина несёт ответственность за него. Потому что каждый мужчина реинфорсит эту систему. Каждый мужчина — это часть проблемы. Но каждый мужчина может взять на себя ответственность, чтобы стать частью решения. Вот, допустим, в России декриминализовали домашнее насилие. Какой-нибудь Петя говорит «Ну я хозяй, я не при делах, я вообще к этому никак не отношусь, я не виноват». И он может не брать на себя ответственность за это, отрицать свою сопричастность, но по факту сопричастность есть. Даже если Петя профеминист, даже если Петя, не знаю, перечисляет деньги центру сёстры. Ну ты что, с самого рождения, что ли, был профеминист и вообще вне гендерной бинарности такой разъёбывал патриархат? Нет! Или Петя может сказать «Бля, я такой плохой, я делал недостаточно». Он может упасть на пол, заплакать и просто вот лечь и всё. Он такой «Всё, я плохой, cancel me, step on me, mommy». И мы такие «Ну мы не знаем, что с тобой тут делать». Ну валяешься и валяешься, как бы это как-то особо не помогает. И вот мы подобрались к третьему стулу. Я, как обычно, предлагаю третий стул. Третий стул состоит в том, чтобы осознать свою сопричастность, взять ответственность за свои действия в прошлом, которые стали частью этой ситуации, и подумать, что делать дальше, что делать сейчас. Вот так я понимаю личную вину и личную ответственность. А дальше у нас с вами коллективная вина и коллективная ответственность. Это супер интересно. Учитывая то, что вина — это что-то связанное с моими поступками, проступками, то коллективная вина — это как будто что-то связанное с проступками вот какого-то коллектива. Каждый человек этого коллектива что-то сделал, за что он виноват. Саша убил человека, Петя убил человека, Настя убила человека, и все они коллективно виноваты за это убийство. Ханна Арнт считает, что это бессмысленный термин и что у каждого человека просто своя вина. Ханна Арендт — это немецкая американская философиня, основоположница теории тоталитаризма, автор как книги «Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме». Эта книга про суд над Адольфом Эйхманом. Это нацистский преступник, архитектор Холокоста, как его называют. Он непосредственно отвечал за гибель до 6 миллионов человек. Арендт пишет. Нет такого явления, как коллективная вина или коллективная невиновность. Вина и невиновность имеют смысл только в отношении отдельной личности. То есть если все виноваты, то никто не виноват. Потому что мы же не будем всех сажать в тюрьму, мы же не будем всех наказывать. Но что, получается, мы тогда вообще никого не посадим? Как нам выбрать-то? Нет. Есть виновники Холокоста, есть люди, которые совершали преступления, и они должны быть за это наказаны. Они виноваты. По Арендт коллективная ответственность — это такая ответственность, которая ложится на людей в силу самого факта их принадлежности к определенному политическому сообществу. Почему, например, может быть коллективная ответственность россиян? Потому что от лица россиян идет эта война. И в этой войне участвуют россияне. И как бы идеологическая основа этой войны связана именно вот с Россией и русскостью, и россиянскостью, с русским миром. У нас никогда согласия не спрашивала про это, но Арендт об этом тоже пишет, что типа, ну, у вас никто и не спрашивал согласия, кем вы рождаетесь, в какой стране, какая у вас этническая идентичность такое. Очевидно, что каждое поколение просто в силу своей включенности в исторический континуум отягощено грехами отцов и благословлено свершениями предков. Что ты типа любишь кататься, люби и саночки возить? Саночки возить — это что-то делать. Вот, смотрите. Если следствие вины — наказание или раскаяние, то следствие политической ответственности — политическая деятельность. Тот, кто осознает свою ответственность за несовершенство мира, тем самым считает себя обязанным его изменить. Вы на это скажете, блин, почему туда есть всякие статьи, где написано про коллективную вину и про то, что это вот фашисты так делали? Вот, например, гуглим коллективную ответственность, получаем такую статью — «Коллективная ответственность и путь в тоталитарное прошлое». Виноваты ли русские? А потом — коллективная ответственность. И коммунисты, и нацисты в свое время возлагали коллективную ответственность на целые категории людей. Коллективной ответственности не существует. Это просто разрешение и право ненавидеть и дискриминировать человека по национальному признаку. Виновность по национальному признаку, по принципу гражданства — это настолько глупый, если не сказать националистический тезис, что я даже не знаю, что добавить. Действительно, это очень глупо. И именно этим и занимались фашисты, когда говорили, что вот, например, все геи или там все евреи виноваты, следственно, всех их нужно наказать, уничтожить, изгнать. Вот это и есть коллективная вина, действительно. Когда вы считаете, что всех надо наказать. И как мы теперь понимаем, коллективная ответственность — это вообще другое. Я не виновата в смертях украинцев, но я как россиянка чувствую свою ответственность. Это значит, что я вижу свою связь с происходящим и делаю выбор на это влиять. Говорить о войне, поддерживать антивоенный протест, помогать украинцам. И да, я считаю, что другие россияне тоже должны взять на себя эту ответственность. Потому что, если они эту ответственность не берут, то они как будто бы отрицают факт реальности. Они отрицают реальную существующую связь между собой и происходящим, своими поступками и своими мыслями, своими взглядами и войной. Теперь давайте послушаем кусочек обращения Резникова, министра обороны Украины, как раз обо всем этом. Все граждане России, безусловно, косвенно заплатят за развязанную войну. Из-за нынешних руководителей Россия будет вынуждена на протяжении нескольких поколений компенсировать нанесенный Украине ущерб. Это неизбежно. Но есть огромная разница. Те, кто лично не участвовал в преступлениях, кто не подстрекал к войне, потеряют лишь часть дохода и часть комфорта. Это правда. Но пока лично вы не совершили преступлений, вам нечего опасаться. Под трибунал пойдут только военные преступники. Это та правда, которую очень боятся в Кремле. Стало очень темно, да. Но вот если я включу такую лампочку... Почему люди эту реальность отрицают? Ну, отрицание – это один из защитных механизмов психики. Я в домике, меня это не касается. Когда мы чувствуем себя несправедливо атакованными, то мы защищаемся. Например, когда нас обвиняют в том, чего мы не делали. Или когда мы думаем, что нас обвиняют в том, чего мы не делали. Как это случилось под моим видосом? Я говорила про ответственность, а люди восприняли это как про вину. Тем не менее, никакими обвинениями я не занимаюсь. Но, конечно же, я знаю, что в интернете много кто этим занимается. Можно прочитать, как вас обвиняют. Плюс война – это очень тяжёлая тема, об этом вообще думать очень сложно, об убийствах и всяких зверствах. Поэтому я понимаю, почему наш мозг в это всё кидается, воспринимает даже разговоры об ответственности как разговоры о вине и начинает сразу защищаться. I get it. Это сложно. Но мне кажется, когда мы об этом так размышляем, анализируем, обсуждаем, пытаемся в этом разобраться, то это как бы нас уводит в более конструктивное русло и из вот этого вытаскивает состояние отказа и защиты. Теперь примеры из истории. А что, американцы не виноваты в том, что бомбили Ирак? Там Сирию, Югославию и кого? Только они не бомбили. Ну вот теперь мы можем ответить на этот вопрос. Некоторые американцы, например, армия и правительство, виноваты. Но рядовые американцы, может быть, и не виноваты, но они несут ответственность за происходящее. Например, потому что они голосовали за республиканцев или ничего не делали со своими колониальными взглядами. И, кстати, Америка — это довольно плохой пример работы с виной и ответственностью. Джордж Буш, который непосредственно развязал войну в Ираке, а значит виноват, не понёс никакого наказания и живёт спокойную и богатую жизнь. Солдаты, которые убивали и пытали пленников в тюрьме Абу Грейб, отсидели в Америке, кто-то шесть лет, а одна из виновных всего шесть месяцев. Но, несмотря на это, в Америке есть люди, которые берут на себя ответственность за то, чтобы помогать семьям убитых или раненых иракцев. Например, фонд активистки за права человека Марлы Ружечки занимается этим по сей день. Есть пример, когда виновные понесли наказание. Это Сербия. Во время войны между Сербией и Боснией-Герцеговиной в 90-х годах силами Сербии командовал генерал Радко Младич. Вот этот чел. Во время самого большого массового убийства в Европе после окончания Второй мировой войны геноцидов Сребреницы, признанного международным трибуналом, за пару дней сербскими солдатами по приказу Радко Младича было убито более 8 тысяч боснийских мусульман. В 2017 году в Гааге его приговорили к пожизненному заключению. Казалось бы, что может быть лучше, и мы все хотим, что Путин попал наконец в Гаагу, это же хэппи-энд. Но хоть парламент Сербии и осудил резню, они отказались признавать ее геноцидом, и по сей день в Сербии очень много сторонников Младича. Если вы были в Белграде, то, возможно, видели повсюду граффити со словами, что Младич герой или брат. Это означает, что даже когда виновные сидят, необходимо, чтобы общество осознало коллективную ответственность, иначе у этих преступников будет оставаться дофига сторонников, и история может спокойно повториться, просто с другими лидерами. Далее, нацистская Германия. Ее часто приводят в пример как позитивный опыт преодоления прошлого через принятие ответственности, но тут тоже все не очень гладко. Почти вся правящая верхушка Третьего рейха была осуждена, но тысячи людей избежали наказания. Врачи, которые проводили эксперименты над людьми, спокойно продолжили жить дальше и работать. Люди, занимавшие высокие должности при нацизме, но не состоящие в партии, не подвергались преследованию вообще. Многие нацистские функционеры нашли себе работу на государственной службе ФРГ или даже перешли на службу в США и получили гражданство. В Австрии сначала более 100 тысяч нацистов были уволены с руководящих постов, а потом почти всех простили и только запретили служить в армии. О нет, как неудобно. При этом, несмотря на все инициативы, направленные на деноцификацию населения и информирование обо всех зверствах нацистского режима, в 2017 году правая партия АФД получила 13% голосов на парламентских выборов, став третьей по размеру партии в Бундестаге. А это люди, которые осуждают гомосексуальные браки, мигрантов, и говорят, что Гитлер был не так плохо, как его изображают. Именно из идеи коллективной ответственности родилась концепция «Never Again». Это значит, что когда настолько ужасные события, как Холокост или в данном случае война в Украине происходит, то мы не просто стараемся их пережить и наказать преступников. Нет, мы думаем, а как сделать так, чтобы этого никогда больше не повторилось? И мы предпринимаем действия для этого. Надеюсь, я тебе объяснила, что коллективная ответственность это не поспание головы пеплом. Поспание головы пеплом это мы все виноваты. Типа все, мы все виноваты, мы все ляжем просто на пол и сломаемся. И это не провалились мы как нация. Мы провалились как нация, это тоже. Мы виноваты, мы все виноваты, cancel us. Нет. Коллективная ответственность это понимание нашей связи с происходящим, как бы связи наших прошлых поступков с происходящим, связи наших нынешних поступков с происходящим. И следить на понимание, что нам вот что-то надо делать для того, чтобы это все остановить. И для того, чтобы строить будущее без всего этого ужасного говна. И это не значит, что нам всем нужно стать активистами, выходить на митинги. Нет. Но это значит, что нам всем нужно перестать быть вне политики. И нужно всем стать внутри политики. А чтобы быть внутри политики, не обязательно быть активистом. Можно осуждать ксенофобию в адрес украинцев, когда вы это слышите или видите. Можете спорить со своей семьей и стараться изменить их точку зрения. Можно помогать депортированным украинцам. Можно заниматься партизанской деятельностью, устраивать, например, такую штуку, что все на заводе заболели. Или, ой, сожглось все помещение. Поезда, сошедшие с рельс. Ну все, я устала. Можно распространять газету женская правда феминистского антивоенного сопротивления. Очень классная газета. Вот если перестать себя винить и закрываться от всего этого, а сесть и подумать, так, окей, а что же я все-таки могу делать? Вот когда вы так садитесь и думаете, то это как-то открывает вот этот творческий канал. Можно начать с маленького, но это уже будет лучше, чем отказ. И отсоединение себя, отрезание от действительности. Хотя бы можно бороться с империалистическими мыслями у себя в голове. Это уже мощно и очень-очень нужно. А теперь письмо от моей соавторки. Всем привет. Меня зовут Оля. Я украинка и для контекста. Я писала этот текст под звуки нескольких взрывов и без света. Мы уже разобрались в том, что не нужно ничего доказывать украинцам, но я все равно понимаю, что любой случайный комментарий может сильно обидеть и выбить из колеи. Мы допускаем, что среди россиян есть хорошие, адекватные люди, которые готовы защищать свои взгляды. Но дело в том, что сейчас нам абсолютно неинтересно в этом разбираться. Мы в какой-то момент заметили, что большинство российских либералов с большой аудиторией, например, Кац, Навальный, Гордеева, Собчак, Дудь, выступают против путинского режима, но при этом все равно поддерживают идеи русского мира, аннексии Крыма, обязательного русского языка в Украине и других странах Большего Советского Союза. Если честно, такие люди очень сильно подрывают веру в оппозицию, создают ощущение, что российские либералы это, по сути, все те же империалисты, просто без Путина. На самом деле, это также говорит о том, что россиянам еще многое предстоит понять про себя, про свою роль в этой войне, многое изменить в своей культуре, свое мышление. Ответственность это как раз об этом. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Я очень надеюсь, что оно было для вас полезным и что вы, возможно, поменяли свою точку зрения и узнали что-то новое. Если хотите, можете посоветовать мне в комментариях, о чем еще вы хотите, чтобы я вам рассказала. У меня в работе уже много видео, но я всегда открыта к вашим предложениям. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok